Субтитры делал DimaTorzok Телефон в моем профиле на самом деле достаточно много, то есть это конечно не касается рабочих съемок, но если я еду куда-то отдыхать, мне очень часто с собой лень таскать большую камеру и я действительно часто снимаю на телефон. Я по образованию промышленный дизайнер, работала в интерьерной студии, занималась интерьерами, потом начала их снимать и вот уже около 10 лет занимаюсь интерьерной фотографией. Собственно говоря, мой блог тоже про интерьерную архитектурную съемку, потому что это то, что мне действительно интересно, то, что меня волнует. То есть я езжу в путешествие, ну виды это конечно классно, но я очень люблю ездить по городам, где какая-то интересная архитектура, я всегда с собой беру вот эту вот штуку. И мне с ней комфортно и удобно, потому что она легкая, влезает в карман и не тяжелая, как камера, в которой я работаю. То есть это как в том анекдоте про станки, 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 мне их не хочется видеть на отдыхе иногда совершенно. Вот. Собственно говоря, поехали. О чем мы сегодня разговариваем? Мы сегодня разговариваем о интерьерной архитектурной съемке на телефон. Что нужно в первую очередь делать, когда мы вообще беремся за телефон и хотим снимать? Но в первую очередь нужно всегда помнить, что нужно протирать камеру. Это такой момент, казалось бы, очевидный, но часто плохие снимки получаются именно из-за того, что у нас залапана камера объектива. Я для этого использую край кофты, платье или чего-то, но на самом деле есть даже специальные штуки у Manfrotto, такие, которые, ну вот как для линз в фотоаппарате, такие же есть и для линз телефона. Вот. Нам нужно при съемке телефоном, тоже такая банальная вещь, забыть о функции приближения. То есть все, что мы снимаем, мы должны снимать вот как есть, и если нам нужно что-то приблизить, мы должны работать ногами. То есть подходить, уходить и так далее. Также желательно при любой съемке на телефон знать такую функцию в телефоне, как функция фиксации автофокуса экспозиции. То есть когда вы удерживаете камеру, ну, наверное, многие знают, то есть вы удерживаете камеру на телефоне, у вас фиксируется фокус, и вы можете затемнить или высветлить наоборот кадр. Иногда это бывает полезно. Также при интерьерной съемке очень полезно использовать функцию HDR, потому что она помогает нам сбалансировать разницу по свету в помещении. Я позже про эту функцию расскажу подробнее, что это такое. Думаю, что многие знают, но не все. Я расскажу про это подробнее чуть-чуть попозже. Так, как я сказала, уже забыть о функции Zoom. И еще, при, ну, вообще, на самом деле, тоже при любой съемке, но при интерьерной, архитектурной особенно, нужно стараться, хотя для этого сейчас много программ есть для того, чтобы исправить ваши какие-то косяки, стараться камеру держать параллельно полу. То есть чтобы у вас не искажались вертикали и горизонтали, стараться камеру держать параллельно земле. И если вам нужно снять что-то, чтобы что-то влезло в кадр, мы не наклоняем камеру, мы поднимаем ее вверх. То есть у вас вот таким образом... Мы поднимаем вверх параллельно земле, то есть таким образом у вас влезает больше, но вы не искажаете пространство. А как ни странно, в интерьерной архитектурной съемке не стоит сглупотреблять широким углом. Это, конечно, очень классно, очень эффектно и замечательно, но когда я снимаю интерьеры, и для интерьерной съемки широкий угол на самом деле зло. То есть нормальный угол для съемки интерьера начинается там кадров с 50... Ой, кадров с 50 миллиметров. То есть все, что шире, это бывает иногда полезно, но на самом деле это не очень хорошо. Потому что я потом покажу разницу широкого угла и нормального, и нормальной камеры iPhone. Мы поймем, что широкий угол, он очень сильно искажает пространство, делает его более пустым. А когда мы снимаем интерьеры, желательно все-таки, чтобы это было такое более собранное. То есть чем длиннее фокус, тем у нас такое более схлопнутое пространство получается. Широкий угол дает слишком все искаженное, большое. И это иногда для интерьера очень плохо. То есть это... Когда я начинала снимать интерьер, я думала, что широкий угол это очень круто. То есть вылезает все в кадр, все прекрасно. Но на самом деле то, что печатается в журналах, журналы очень не любят широкоугольные кадры. То есть это очень неправильно, особенно если это касается жилых интерьеров, ресторанов, каких-то вот таких вот мест, таких вот людских. То есть это хорошо может быть там при какой-то промышленной съемке, магазине, но и то не очень. Вот. И, конечно, нужно помнить, что освещение, свет всегда играют очень большую роль. То есть нам нужно научиться понимать свет, работать со светом. Также чуть позже скажу, какие программы нам могут в этом помочь. Но что касается интерьерной съемки, опять же тоже то, что я почерпнула, работа интерьерным фотографом. Поэтому если мы снимаем какое-то помещение внутри, желательно снимать его с естественным светом. То есть приходя в ресторан снимать утром, я всегда прошу, ну если это работа, понятно, что приходя как посетитель, вы не можете это сделать. Я прошу выключить все освещение, потому что дневное освещение имеет холодную температуру. Лампочки, как правило, теплые. У нас получается слишком большая разница. То есть у нас получаются синие окна, желтый свет. И это очень неестественно. Гораздо более красиво все смотрится без вот этого вот желтого освещения, во-первых. А во-вторых, просто картинка получается более такой живой, атмосферной. То есть не нужно, даже не нужно бояться ни пересветов, ни недосветов. Иногда именно в мобильной фотографии они делают картинку более интересной. Я об этом тоже позже потом упомяну. Что, несмотря на то, что я говорю, что не стоит злоупотреблять широким углом, при съемке архитектуры, в путешествиях где-то там, для более эффектных кадров, конечно, он бывает нужен. И что нам может помочь в этой съемке? Есть на iPhone достаточно много фирм, которые производят широкоугольные линзы. И здесь вот представлено несколько из них. И на самом деле есть очень хорошие. То есть они вам могут в принципе заменить действительно... То есть телефон может реально заменить фотоаппарат. У вас будет хорошая широкоугольная линза. Это Ola Clip, самое простое. Я покажу чуть позже тоже разницу угла обычной камеры плюс линза. Optrix, они производят чехлы на iPhone водонепроницаемые, плюс линзы тоже достаточно неплохие. Moment Lens тоже очень хорошие, но их сейчас в России купить нельзя. Точнее не сейчас, а вообще нельзя было купить в России никогда. Но можно заказать. И мое просто вожделение, это вот эта вот экспо-ленс, это линза, которая сделана Carl Zeiss для iPhone. Она стоит бешеных денег, но она реально вам заменит фотоаппарат абсолютно. То есть мне бы очень хотелось ее хотя бы потестить, а потом, наверное, купить и выкинуть свою камеру. Также нам для съемки интерьера архитектуры может помочь штатив и селфи-палка. Селфи-палка зачем? Затем, что я говорила раньше, что если вы хотите, чтобы у вас влезло что-то высоко, мы поднимаем телефон. Иногда рук не хватает, то есть можно именно для этого использовать селфи-палку. Не для того, для чего ее используют все, а для того, чтобы у нас, допустим, какой-то фасад, ну такой высокий, влез весь в кадр. Можно поднять на палки, и, возможно, у вас как бы влезет вся картинка от земли, и при этом не будет искажений. Вот. Так, теперь, как и обещала, различия, то есть это все снято на телефон плюс какая-то линза. Я уже не помню, какая конкретно где, но просто чтобы показать различия. Вот. Телефон — это широкий угол, то есть он все-таки добавляет объемы, эффектности, но тем не менее искажает пространство. То есть вы как бы видите, что оно не совсем. Это вот очень хороший пример искажения пространства. То есть на самом деле глазом мы видим, вот как снимает айфон, но широкий угол очень сильно отдалит от нас то, что далеко. Ну визуально отдалит, и получится, что это как бы вот так вот все широко на самом деле. То есть глазом мы видим, как снимает телефон. Тут, конечно, широкий угол эффектнее. То есть широкий угол — это иногда очень эффектно, конечно. Если мы говорим о кадрах для Инстаграма, широкоугольные кадры заходят, конечно, лучше. Потому что все видно, все круто, много-много всяких там попадает элементов в кадр, и все вот любят. Это тоже как бы отличие. Так, теперь поговорим о программах. То есть мы возвращаемся к пункту о том, что свет, освещение при съемке архитектуры очень важно. И там, будучи в каком-то... То есть мы, чтобы снять какое-то здание наиболее эффектно, желательно приехать к этому зданию в нужное время. Чтобы приехать к нему в нужное время, есть волшебная программа, которая находится справа. Она называется Light Track. Я ее использую в работе. То есть для фотографов есть так называемое режимное время для съемки объектов. утренние часы, когда Солнце находится в лучшей своей фазе. И лучше всего, когда солнечные лучи на здании попадают под углом таким, ну, градусов, по-моему, 30. Вот. И чтобы вычислить это время, мы используем эту программу. Она... То есть там можно... Я потом могу ее открыть и показать. Ну, когда уже мы все прочитаем, я ее открою. И на экране покажу, как это работает. То есть мы выбираем точку, которая нам нужна. И смотрим по времени, как у нас идет солнце. То есть оно показывает рассвет, закат и вот под каким углом будет падать солнце. И тем самым мы можем в каком-либо городе путешествовать или вот в своем городе, мы можем построить свой маршрут так, чтобы оказаться у выжделенного здания именно в тот момент, когда оно будет лучше всего освещено. Вот. И вторая программа, которая нам может помочь при съемке, это CortexCam. Я тоже чуть попозже про это покажу на примерах. Вообще эта программа создана для того, чтобы снимать вот в вечернее время, но чтобы у вас был менее зернистым кадр. То есть, но для этого нам нужен штатив. Мы ставим телефон на штатив, нажимаем и у нас прорабатываются лучше. Ну, то есть он имитирует выдержку на камере. У нас прорабатываются лучше элементы, у нас меньше шумов. Но иногда я использую это приложение для съемки в городе, чтобы оживить кадр движущимися объектами. То есть там смазанные машинки. Там если у нас, допустим, вы находитесь на какой-нибудь, например, на площади Сан-Марко, там дохрена народу, вам не хочется, чтобы он был в кадре. Это отличная тема, чтобы смазать народ, оживить картинку, и у вас как бы будет задание практически без людей. То есть они будут все ходящие, и такие все привидения, это будет достаточно интересно. Так, приложение. Поехали дальше. Самое лучшее в съемке, наверное, самое классическое, проверенное годами. То есть самый классический ракурс на все, всегда там, начиная от чертежей и гравюр, заканчивая сегодняшним днем, это ракурс три четверти. Понятное дело, что там и реалии Инстаграма, и на самом деле даже те же гравюры, и те же вот как бы чертежи нам добавляют еще один ракурс в фаз. То есть когда у вас четкое задание в фаз. Или три четверти. Это беспроигрышная история абсолютно. Если у вас еще хороший свет, все как бы прекрасно. Причем ракурс в фаз, он что при съемке интерьеров, что при съемке архитектуры, немножко помогает сгладить искажение, которое дает широкоугольный объектив. То есть когда у вас все линии сходятся в одну точку, и когда все прямо, то есть это немножко не так искажено пространство, нежели когда вы снимете с угла, и у вас будет что-то там разлетаться и расходиться. Искажать вертикали можно, если это является вашей задумкой. То есть если они сходятся вот так вот у вас, то это задумка. То есть как нам говорили в ассетуте, вы либо делаете что-то так, ну то есть обманываете как следует. То есть если вы на чуть-чуть допускаете какой-то косяк, это кажется вашим косяком. Но если вы искажаете или поворачиваете телефон, или искажаете как-то пространство намеренно, нужно, чтобы было понятно, что это ваша художественная задумка. Опять же, как я уже говорила, свет играет огромную роль, нежелательно смешивать освещение. И контровой свет как бы тоже не так страшен, но опять же, нужно, чтобы было понятно, что это ваша художественная задумка. То есть блики в кадре, это тоже не так страшно. И мне кажется, что в наш век, когда много видео снимается на телефон, не на телефоны, а на фотоаппараты, вот эти вот все кадры с бликами в кадре, попадающим солнцем, они наоборот кажутся очень живыми. Это сейчас стало очень модным, то есть этого избегать не нужно абсолютно, просто нужно это использовать во благо. Также при съемке интерьеров, ну и вообще при съемке интерьеров, архитектуру не важно, вообще при любой съемке даже людей, нужно не забывать про разные планы. То есть очень хорошо, когда у вас что-то на первом плане, допустим, когда снимаешь интерьер, там стол, какая-то ваза, через эту вазу снять интереснее что-то, или там здание снять через какое-то дерево, интереснее иногда бывает. Разные масштабы, когда у вас много разномасштабных каких-то вещей в кадре, это всегда интересно. Все, что я говорю, это не правило. Из всего этого есть масса исключений, но они часто работают. Как я говорю, что все это, в принципе, точно так же, как в любом виде съемки. Просто нужно научиться видеть свет, немножко выпрямить свои руки, а дальше снимать так, как вы чувствуете. То есть если вы будете снимать настолько круто то, что вы чувствуете, люди вам поверят и будут думать, что только так и надо. То есть никаких правил на самом деле нет. Дальше примеры интерьерных фотографий снятые. То есть у меня иногда бывает, что я, приходя на какой-то объект, я снимаю и на телефон тоже, чтобы там показать друзьям, запостить что-то. Ну и в путешествиях тоже, как я уже говорила. То есть это вот один кадр из путешествия, второй кадр рабочий. Все снято на телефон, разумеется, обработано об этом тоже позже. Потом, если хотите, я могу полистать эти фотографии прямо на весь экран. Они все есть. Эти тоже кадры были сделаны. То есть вот то, что я говорил, не стоит бояться каких-то пересветов или недосветов. Они дают атмосферу, мне кажется, большую. То есть вот здесь вот тоже какой-то контровой свет. Нам интереснее решетки, чем было бы у нас все это проработано. Не всегда стоит к этому стремиться. Так, дальше. Теперь о функции HDR. Для чего она нужна? Функция HDR нужна для того, чтобы расширить динамический диапазон. Что такое динамический диапазон? Это шкала от белого до черного, которые у нас в кадре. Глаз видит вот так вот. Пленка вот так. Фотоаппарат еще меньше, телефон еще меньше. Чтобы расширить то, что видит телефон, у нас есть функция HDR. То есть телефон снимает несколько кадров разных по свету. То есть пересвеченный, обычный и недосвеченный. Их собирает. То же самое используется при съемке на фотоаппарат. Только это делается... Ну, сейчас в современных фотоаппаратах появилась функция автоматическая. Автоматическая тоже вот эта фигня. Но я, если это касается работы, я предпочитаю склеить вручную. Телефон делает это все автоматически. И на самом деле при съемках интерьеров это очень спасает. То есть если мы фокусируемся по самому темному месту, у нас будет пересвеченные окна. Если у нас что-то белое в кадре, в нем не будет информации, в нем не будет деталей. Оно будет просто выбелено. Если мы будем фокусироваться по светлому месту, оно будет проработано, но у нас все пропадет в черноту. Функция HDR выравнивает все это. Это также полезно, когда вы снимаете яркое солнце, когда у вас действительно какие-то очень сильно засвеченные места могут быть. ХДР вас в этом спасет. И также здесь еще два примера есть. Как раз то, о чем я говорила в самом начале. Грязный объектив. Грязный объектив. Кадр с грязного объектива можно узнать по таким вот ореолам вокруг освещенных мест. Это очень часто видно, когда девушки, которые не очень шарят, снимают селфи. Ой, почему у меня плохие кадры, почему у меня плохие кадры. Или кто-то снимает какие-то пизды. Не важно, что снимает. Почему у меня плохие кадры. А я вижу вот эти ореолы, подхожу к другу какому-то, с кем я. Протираю объектив, и у него получается сразу все круто. Он понимает, что это просто магия. Он просто раньше, чем раньше, у него это было все с собой, но он просто этого не использовал. И также друг, душа, рука тоже как бы нас вот иногда подводит в темных помещениях. Так, кадры поближе, чтобы мы увидели, что... То есть это снято на телефон, на самом деле тут практически нет обработки никакой. Вот как бы это вот кадр с телефона. Это место в Питере. Я в прошлый раз сюда приезжала его снимать. Если кто слышал, квартира Кости кроется. Там очень клево. Именно мне там понравилось снимать вот именно телефоном. Там такое очень атмосферное место. Я вот как раз на нем в прошлый раз наснимала кадров, которые можно использовать на лекции. Вот, видите, то есть вот друзьям рассказывается, почему. То есть у них все с собой, на самом деле, просто они это не умеют использовать. Вот, и то, что я говорила о важности освещения. Это вот одно и то же место, но снято в разное время дня. Это утром, это день, когда солнце прямо в камеру. И там вечер, когда солнце отсюда. Если мы задаемся целью снять какое-то определенное здание, то вот можно использовать ту волшебную программу и получить нужный кадр. Ничто из этого не неправильно. Просто вам нужно решить для себя, что вам по настроению вас больше устраивает. То есть мне на самом деле этот средний кадр засвеченный тоже нравится. В нем тоже есть какое-то что-то свое. Но просто нам нужно по ситуации решить, что нам больше нужно. Так, теперь приемы, которые я использую для того, чтобы оживить снимок. Понятное дело, что снимать только архитектуру, ну, конечно, интересно мне самой. Но поскольку кадры выставляются, ну, то есть кадры не только для семейного архива, но и для Инстаграма, в Инстаграме, конечно, просто домики заходят не всегда. Поэтому надо как-то веселить публику, себя и как-то выходить. То есть часто самое простое, что мы можем сделать, это использовать для масштаба человека либо машину. Я использую для масштаба свою машину и людей, либо друзей, либо проходящих мимо. Для масштаба люди используются в архитектурной фотографии всегда. И не только в фотографии, но и, опять же, в чертежах каких-то вот. То есть всегда ставят человечки, деревья, это все, что нам помогает понять масштабы здания. Мы можем попросить кого-то, мы можем дождаться кого-то, но человек, конечно, что касается именно такой вот инстаграмной архитектуры, интерьерной фотографии, он, конечно, немножко оживляет. Второй способ, тоже безотказный, это отражение. Причем вот эти все отражения, они сняты телефоном. И что самое смешное, отражение телефоном снимать гораздо проще, потому что у телефона камера находится очень близко к краю. Все, секрет всех отражений просто, камеры вниз. Камеры вниз на землю, ну, прям практически как бы до воды. И для отражения достаточно вот такого пятачка воды. Больше не, ну, воды, неважно, камень, это вода, без разницы, любая отражающая поверхность. Вот. Все время, когда выставляются кадры, все говорят, что вот, это фотошоп, так невозможно. Чуваки, просто переверните телефон вниз камерой. И все, больше не больше ничего не нужно. Причем так было и с моими друзьями, и инстаграмерами некоторыми. И просто люди, люди, люди открыли истину. И фотоаппаратом так не снять. Как я дошла вот до этого, это тоже был рабочий момент. Я снимала как-то очень давно один ресторан. Мне нужно было снять фасад. Он был очень страшный. Очень страшный. Была ночь, какие-то фонарики. Я увидела лужу. Я поняла, что лужа может спасти любое просто отвратительное здание. Сделать его сразу интересным. Сразу вот вау-эффект, как бы огонечки, огонечки. Тут все отражается, все классно. А потом я уже начала это использовать, когда начала ходить с телефоном. И поняв, что телефоном это снимать гораздо проще. И когда вы переворачиваете камеру, у вас вот это вот, если вы ее прям, если вы его не поленитесь опустить прям в лужу, у вас прям полосочка вот эта вот между отражением и реальностью, она будет прям минимальной. Вот. Также, ну тоже, опять же, то есть вот как бы абсолютно простой дом, но с отражением получается такой конструктор лего, как бы, ну и так далее. То есть если очень скучно, то вот просто добавьте воды. Вот. Еще один прием, о котором я тоже уже упоминала, это съемка с движением. То есть вот какой-то фасад, нам там люди в принципе не очень нужны, но люди там все равно есть. Значит, их надо как-то что-то с ними сделать, чтобы они были красивыми. И предложение CortexCam нам в этом поможет. То есть вот эти все кадры тоже сняты на телефон. Фотоаппаратом это тоже сделать можно, конечно, но телефонам реально проще. Реально все это проще. Ну и мои, как бы, то есть когда уже совсем становится скучно снимать архитектуру, я подключаю воду, лед и все остальное. Это все тоже кадры с телефона, это реально кадры с телефона, не приложение, ничего. Вот. Просто кидаились листики, просто делалось всякое стекло с инеем, стекло с водой. Ну вот такая вот фигня. То есть это если совсем прям стало одиноко и вам надоело. Ты знаешь, когда ходишь по одному и тому же городу, видишь одни и те же здания, и ты их любишь, но одно и то же ты им не можешь снимать, значит, надо как-то их приукрасить. Так, теперь говорим о приложениях для обработки. Да, я снимаю на телефон, но да, я обрабатываю на телефоне и много. То есть, как вы видите, у меня на телефоне стоит два фотошопа. Они для разного, существуют для разного, тоже потом чуть подробнее, если интересно, расскажу. Lightroom, он еще более заморочен, чем фотошоп, тоже бывает полезен. То есть, если вам прям нужно все абсолютно сделать на телефоне, Lightroom, конечно, вам поможет и баланс белого поправить отлично, и там цвета, и все что угодно. Но он прям очень заморочен, я его, естественно, не очень люблю, то есть, я люблю фотошопа. Следующее приложение SKRVT магическое. То есть, я считаю, что это самое лучшее приложение для исправления перспективы. Сейчас данная функция есть в Инстаграме и в VSCO, но вот это приложение, это делает качественнее всего. И, насколько я знаю, в новой версии там появится возможность исправлять не только вот так и вот так, а там как бы будет, короче, там будет просто магия. Вы можете снять как угодно, криво, но оно вам все исправит, причем, ну, как я уже сказала, оно меньше всего съедает качество. Следующее приложение тоже волшебное, называется Retouch. То есть, если все-таки есть люди, вам их надо убрать, оно вам поможет. И опять же, то есть, это как бы то, что вам поможет чисто на телефоне. Следующее приложение MixTouros, оно... Там много фильтров, именно градиентных, которые помогают немножко подкрасить картинку. Если, опять же, вам скучно и хочется прям бомбического какого-то заката, а его не дали, вот можно его там организовать. Про программу LightTracker, сказала она, прям на самом деле реально спасает. То есть, ты реально знаешь, к какому зданию, в какое время идти. Ты как бы не тратишь время, не подходишь и не видишь солнце тебе в камеру и не расстраиваешься. Следующее приложение такое. Дальше начинается страшное приложение. Я им... Они у меня стоят, я им, на самом деле, не очень часто пользуюсь, потому что, как бы, для меня это не спортивно. Вот. Приложение Race, оно добавляет ручьи. От солнца. Их, ну, кто-то пользуется, но на самом деле их видно очень сильно, что это именно приложение. Мультиэкспо тоже сейчас, достаточно редко использую. Приложение Union поможет вам что-то вырезать, что-то вставить. То есть, если вы сняли человека издания отдельно, можно их там поженить. Вот. Snapseed это, вот, как бы, для обработки, но я им, честно говоря, не пользуюсь, потому что я что-то как-то не... Ну, не осилила я его, для меня это очень сложно. То есть, мне ближе к Photoshop, но, наверное, потому что я и по работе пользуюсь Photoshop. Spark Mode это что-то зеркальное, призма, призма, это все понятно. Slow Shutter это то же самое, что CortexCam, только более сложный. То есть, это тоже приложение, имитирующее выдержку. Если вы хотите... То есть, на телефон можно снимать и такие вот кадры природы, вот, с такой молочной водой. Это все можно снимать реально на телефон, и приложение Slow Shutter в этом отлично помогает, но для этого нужно обязательно штатив. И там немножко поморочиться с настройками, но реально можно... Я думаю, что с семерки можно будет получать кадры прям не хуже, чем вообще что-либо. Вот. Следующее приложение Dark Room это тоже типа Snapseed и Photoshop. А следующее приложение, я вам тоже его открою, но это прям совсем страшно. То есть, вы же знаете, что сейчас много кто фотошопит звезды, северное сияние, деревья, закаты и все остальное. Вот этим приложением пользуются многие, я нет. Я нет, опять же, не спортивно. Но если что, его полистать можно в кадрах очень многих людей узнать. Так, поподробнее теперь. Еще подробнее. То есть, Photoshop Touch использую часто. То есть, есть Photoshop Express. Он обычное приложение для обработки, достаточно простой. Photoshop Touch я использую часто, если нужно деформировать фото, там можно деформировать фото, ну вот как бы вот по точкам. То есть, там много-много точков можно изогнуть. То есть, если у нас какая-то там, какое-то бочкообразное искажение, которое дает иногда широкоугольный объектив вот этот вот. Его можно там убрать. То есть, и еще в нем есть функция по добавлению бликов от солнца. На самом деле, этим иногда грешу, но не часто. Но вот именно Photoshop Touch добавляет такие очень прикольные блики, похожие немножко на правду. Lightroom, как я уже говорила, более замороченная штука, но она хороша, когда нам нужно что-то градиентно затемнить или высветлить, или масками. То есть, бывает такое, что нам нужно высветлить на фото какой-то один объект. Или наоборот, там градиентно затемнить небо. Здесь я, конечно, утрировала очень сильно. Суть в том, что, то есть, если вам это нужно, Lightroom для этого очень-очень хороший. То есть, и для работы с масками, и для работы с какими-то градиентными фильтрами. То есть, не обязательно делать розовый, можно там просто-просто затемнить. То есть, бывает, он, по сути, имитирует поляризационные фильтры, которые мы одеваем на объектив, чтобы затемнить небо, потому что оно все равно бывает светлее, чем то, что нам нужно. Если мы снимали на телефон, мы это можем сделать Lightroom после, при обработке. Волшебная штука для выпрямления перспективы, которая практически не съедает качество. И MixTours, приложение, в котором есть готовые градиентные маски и текстуры. Но текстурами пользуюсь редко, а градиентными масками иногда. Да, то есть, бывает, например, нужно, то есть, там есть маска с синим небом, серой, серой такой, ну, как бы землей. То есть, чтобы небо просто сделать ярче. Чтобы просто усилить эффект. То есть, ничего криминально, потому что телефон, ну, часто, глаз все равно видит лучше. И отчасти вот эти штуки, если их использовать в разумных пределах, без экстрима какого-то, то есть, это помогает нам просто приблизить к тому, как это видел глаз. Ну, или чуть-чуть ярче, бывает иногда тоже надо. Пример обработки было стало Photoshop Express. Ну, это как бы тоже обычный кадр, но тем, что мы его высветлим, мы можем сделать, высветлим и немножечко уберем цвета, мы его можем сделать интереснее. А это здание заставки Snapseed'а, обработанное, правда, не в Snapseed'е. Здание находится в Мальме, шведский город. Это напорная башня. Их по Швеции очень много таких интересных. В Lightroom'е, то есть, тут я градиентом высветляла небо, то есть, там, на самом деле, было, как при обработке, там был очень сильный туман, но вот камера решила иначе немножко. Микстурос, то есть, на самом деле, было похоже вот к этому, но, то есть, опять же, камера не всегда передает то, как мы это хотим и то, как мы это видим, поэтому иногда бывает нужно добавить немножко цвета. Ну и волшебная из КРВТ, которая выпрямляет все, что нам нужно. Вот, слайды на этом закончены. Теперь я могу подключить телефон, чтобы показать вам, как широкий угол отличается от обычной камеры телефона. Так, смотрите. Это обычная камера айфона. Так, это фишай, но так лучше не делать вообще никогда. А это, собственно говоря, ширик. Ой, ой-ой-ой. Сейчас. Вот, то есть, мы видим, что, запомните, на широком угле у нас влезает, конечно, больше. То есть, мы видим, вот там шкафчик, окошки, пола больше, потолка больше и так далее. А вот так мы видим это, то есть, с той же точки. Ну, ширик иногда, он спасает, как мы видели по примерам. То есть, это хорошая тема, но на улице днем. Если купить объективы немножко другие, так, это мы выключаем пока. А если купить немножко другие объективы, то, в принципе, можно и в помещениях этим пользоваться. Ничего в этом страшного нет. Так, теперь скажите, какие приложения вам было бы интересно, чтобы я открыла. Так, давайте сначала покажу LightTrack, чтобы вы поняли, как это работает. То есть, вот у нас Рублевское шоссе. Так, сейчас. Так, Большой проспект. Например, мы понимаем, что вот это вот синее – это закат, желтое – это рассвет. И мы можем понять, как вот, допустим, нам нужно снять какой-то дом на этой стороне. Красное – это вот то, как идет солнце. То есть, видите, я вот изменяю время, там изменяется время, и мы видим, в какое время. То есть, солнце будет светить вот так. Ну вот, то есть, вот это та сторона, с которой светит солнце. Вот, и мы можем понять, в какой момент времени нам нужно подойти. Разумеется, как бы это работает для открытых пространств, то есть, для города это не всегда работает, потому что часто нам здания закрывают свет. И нам, конечно, все равно, если это касается рабочей съемки, то, конечно, на разведку стоит съездить. Если это касается какого-то путешествия, ну, как бы, что есть, то есть, но все равно мы можем хоть какое-то представление иметь о том, чтобы не получить солнце в камеру, или, наоборот, получить его, если это нам нужно. Так, что касается приложения, которое выпрямляет. Вот оно. Вот. Допустим. Искажения есть. Присутствуют, их нужно выпрямить. Я, честно говорю, не всегда это делаю на телефоне, но часто это делаем на телефоне, потому что я, как бы, бываю в поездках, мне тупо лень, там еще что-то. Вот. Мы выпрямили. Сетка нам, конечно, очень сильно... Ну, мой глазомер позволяет это делать без сетки, но сетка спасает. То есть здесь выпрямлять это вот в этой плоскости не имеет смысла, потому что это будет прям совсем сильное искажение. Вот. Я думаю, что этой плоскости вполне достаточно. Вот. Дальше сохраняем файл. И идем. Опять же, я не всегда использую что-либо для обработки, кроме VSCO. Опять же, по тем же причинам тупо лень. Вот. VSCO – хороший фильтр, VSCO – хорошие алгоритмы по высветлению и затемнению. А, в принципе, это бывает достаточно. Последнее время для обработки часто достаточно самого Инстаграма, потому что в Инстаграме стали действительно... улучшили очень сильно алгоритмы. Я очень часто при обработке высветляю тени чуть-чуть. То есть, чтобы вытащить немножко информацию из теней, я немножко высветляю тени и часто это делаю именно в Инстаграме. Сейчас я покажу... кое-что вот из этого. То, что мы говорили... то, что я говорила про добавление бликов, что бывает иногда полезно. Но вот здесь этого, разумеется, делать не нужно, потому что солнца в кадре нету, и добавлять его сюда очень глупо. Но я просто покажу, что... как это работает. То есть, опять же, это то, что вы можете часто увидеть. очень часто увидеть очень у многих. И это как бы... это меньше изо. То есть, если... Ну, блики от солнца часто помогают тоже оживить картинку какую-то. То есть, если вы снимаете там какой-то фасад, простой очень, то блики, ну, может быть. Опять же, если это грамотно используются. Есть разные типы, разные цвета. Но это то, чем я пользуюсь не часто. Действительно не часто. Так, что здесь можно сделать? Мы можем тут поднять чуть-чуть температуру, немножко насыщенность, немножко яркости, контрастность. Вот, опять же, тени и свет. В фотошопе... Смотрите. Для чего? Света и тени — это то, где не доработало приложение HDR. Нам может помочь вот эта штука. То есть, мы можем вытащить... То есть, затемнить цвета. Это я сейчас утрирую. То есть, так делать, разумеется, не нужно. То есть, но, тем не менее, вытащить в небе какие-то детали. То есть, если это грамотно одно с другим сложить, то получится нормально. И, опять же, или высветить тени, но, опять же, не сильно. И после вот этого всего лучше добавлять контраста. Вот. А, в фотошопе еще хорошо давить шум. Вот в этом именно стач. То есть, он нормально его давит, если у вас немножечко шумное небо получилось или еще что-то, то в фотошоп тач можно немножко его придавить. Также в фотошоп тач хорош... То есть, я открою проект тем... Это я раньше немножко хитрила, грешна была этим, когда был только квадратный кадр в Инстаграме. Какое-то здание не влезало. То есть, я его... Вот в фотошоп тач хорош тем, что можно как кадр целиком немножко сплющить, так, ну, или сплющить, или растянуть, наоборот, так и какую-то часть изображения. То есть, мы можем... Смотрите, мы можем выбрать только низ, только нужно обязательно разблокировать пропорцию. И можем как бы его масштабировать, только какую-то часть кадра. Иногда бывает надо, чтобы тупо что-то влезло. Но, опять же, за этим лучше не злоупотреблять, потому что... Ну, чтобы не искажать сильно пропорции. Вот. Что вам еще показать? Размазывает объекты, машинки. Мы, к сожалению, сейчас не сможем... Не сможем ничего размазать. Хотя... Кстати, да, может, на самом деле, кто-то вот сейчас... Давайте кто-нибудь встанет и пройдет, а я покажу, что это будет. Только идите не быстро, медленно достаточно. Так, поехали. Это было быстро. Нет, нет, нет. Лучше вот тут просто, потому что будет не видно. Да, и в этой штуке главное дождаться и не закрывать телефон, пока вот это вот не закончится. Потому что, иначе у вас не сохранится кадр, и все будет опрасно. Так, давайте. Три, четыре. Ну вот, собственно говоря. Это лучше всего работает днем, потому что вечером, скорее всего, все смажет, ну и на достаточно медленно передвигающихся объектах. То есть вот быстро проезжающая машина смажется так сильно, что ее не будет видно. Потому что все-таки это приложение немножко не... То есть видите, лучше бы девушка шла еще чуть-чуть помедленнее. Вот. То есть это хорошо работает на достаточно медленно двигающихся объектах. Ну, там машина, отъезжающая от светофора, если она там не газует, или еще что-то такое. То есть, ну, вот... Или просто... Ну и все еще зависит от освещения. То есть это все равно приложение, которое имитирует выдержку. То есть вы не можете установить длительность промежуток, за который она это делает. У вас все равно есть какой-то фиксированный момент. То есть видите, первый раз девушке вообще не видно, второй раз уже поведеннее немножко. Ну вот фишка в том, что это помогает... На самом деле приложение не для этого. Приложение для того, чтобы лучше проработать вот этот вот динамический диапазон, эту границу на фотографии. То есть что делается с помощью имитации выдержки, но на самом деле это можно использовать как бы для вот... для увеселительных моментов в кадре. Так, что еще показать? На 35 элементов снимаете? Нет, у меня два объектива. 14-24 и 24-70. Чаще всего используется тот, который 24-70. Ну на 35, да, это чаще всего фигурирующее фокусное расстояние, но тут опять же правил нету. То есть есть какие-то данности, но 35, да, оно дает... там 35 и дальше, как я говорила, то есть 50 на самом деле дает более хорошую картинку. Но тут такой момент, что не все интерьеры позволяют возможность отойти достаточно назад. Это очень хорошо, когда у нас охрененно большая квартира или охрененно большой ресторан, в котором мы можем отойти назад, кстати, нам надо, но иногда приходится использовать и ширик тоже. Но вот, как я и говорила вначале, в самом прямые ракурсы помогают немножко спасти положение и немножко снизить вот эти вот искажения. А на зеркалку тоже вы же держите? На зеркалку? Да, я тоже говорил вначале об этом, но я не пользуюсь программами для склейки ХДР, я делаю это вручную. То есть я, если... Три кадра? Ну, иногда три кадра, иногда больше кадров, если нужно что-то подсветить, а потом все это вручную собирается, то есть там, чтобы не было выбитого по свету окна, чтобы не было сильно... Ну, если это касается рабочих кадров, потому что, что касается кадров живых с телефона, часто вот эти вот недосветы и пересветы, они делают атмосферу. Вот, в работе, конечно, это не всегда хорошо. Ну, сейчас журналы... стремятся к естественности, но все равно камера не может дать того динамического диапазона, который требуется. То есть приходится клеить. Но вручную. То есть программы я не люблю, они дают очень некрасивую, неестественную картинку. Я когда начинала, лет 10 назад, я очень любила вот такие картинки, прям 3D-шные, 3D-шные, где вся информация в тенях, вся информация в светах, но со временем, и там с какой-то насмотренностью, я понимаю, что это не всегда правильно. То есть это лучше, когда можно что-то додумать. То есть опять же, вот спрашивают, как там учиться снимать, мне кажется, что насмотренность какая-то, она... это самое-самое главное, что может быть. То есть чем мы больше смотрим, тем мы больше потом видим сами. Каких-то момент. Если это бывает нужно, да, я всегда с собой вожу в багажнике две головы Хенсель 500-х, но это бывает нужно, что... То есть очень просто снимать светлые интерьеры с большими окнами, но не всегда это так. Иногда интерьеры бывают черные, иногда это бывает темное дерево, и если мы снимаем это днем, то у нас, конечно, перепад очень большой света из окна и вот в помещении нужно бывает подсветить, но опять же, этот кадр, это не конечный результат, он все равно потом склеивается с естественным освещением. Кадры, когда снимали с искусственным освещением прям в лобешник интерьера, это такой салон образца 90-х, и сейчас так не делают. Сейчас... Это очень нехорошо. То есть нужно, нужно, чтобы все выглядело, как будто это свет из окна. Неважно, где это окно, то есть если даже там на месте как бы предполагаемого окна была стенка, но вы это осветили, как будто это из окна, вот так и должно быть. Но это должно быть максимально естественно. То есть не должно быть каких-то жестких или неправильных теней, непонятно откуда они. То есть у вас всегда должна быть история, откуда светил свет и что это было там за окно, если вы это светите прямо конкретно. Вот. А откуда основной поток клиентов идет рабочий? По-разному, поскольку уже достаточно давно работаю с Рафанной радио, это, конечно, самое лучшее, что может быть. Инстаграм, как ни странно, помогает. То есть сейчас же у всех там и архитекторов, и бюро, и ресторанов, у них у всех есть аккаунты. Я тоже публикую съемки, то есть после какой-то публикации хорошей приходят люди. Иногда интересно, иногда не очень. По-разному. Сейчас очень хорошо, мне очень радостно, что получается находить объекты для съемки и в других городах, в том числе и в Питере. То есть благодаря Инстаграму в том числе есть сейчас и питерские заказчики. Я вот там первого числа приезжаю в Москву, третьего улетаю в Оренбург, потом еще куда-то, еще куда-то. Вот чисто по работе, то есть если ребята это там, другие инстаграмеры. Я, к сожалению, не могу даже путешествовать там с другими инстаграмерами, потому что у меня переезды в основном связаны с работой. То есть я и в Питер приехала поработать. То есть у меня вот ребята спрашивают, а как вам Питер? Я говорю, я не знаю, я дома сижу, работаю, мне все равно, где я нахожусь и что я делаю. А как вы, будучи профессиональным фотографом, снимаете на айфон? Ведь это все-таки, ну... Это отличный фотоаппарат. Это прекрасный фотоаппарат. Вот че... Я это говорю не потому, что мы здесь находимся, вот именно здесь. Я это говорю реально, вот честно, мне нравится снимать на айфон. Ну а то есть исключительно формат инстаграма, мобильная фотография. Вы не обещали эти фотографии? Ну... На самом деле был опыт растягивания снимков с камеры айфона 60 на 90. Сейчас с новым поколением айфонов, как бы я думаю, что я уже говорил этот момент, что там скоро, скоро реально, даже вот эти вот фотоаппараты, зеркальные цифровые, ну беззеркальные, цифровые, то есть сейчас вот и в айфоне будет и камера с зумом, и есть объективы, которые действительно качественные, которые не портят картинку вообще, не искажают, то есть не дают искажений по краям, не дают как бы затемнений по краям, бинетирования и всего остального. И плюс, и качество же камеры увеличивается, и это реально... А для чего? Понятное дело, что если я знаю, что я куда-то там еду в какую-то страну и не попаду туда больше, разумеется, я возьму с собой камеру, потому что, ну так... Вот часто реально это боль, то есть ко мне приходят, говорят, а можно у вас купить фотографию? Я говорю, нельзя, она только с телефона. Ну мне, я все равно... То есть для меня инстаграм это не место для продажи фотографий, для меня инстаграм это по чем я... Ну вот, я люблю фотографировать, то есть я все равно люблю фотографировать, несмотря на то, что я этим зарабатываю деньги, я все равно люблю фотографировать, а для себя зачем мне морочиться, если вот-вот-вот это можно положить в карман и не... То есть у меня спина и так убита на работе, зачем мне в поездках еще эти вот штативы и вся вот эта вот фигня. Понятное дело, если я поеду куда-то там в горы, вот я ездила там в Индию, куда-то там в горы, еще куда-то, Понятное дело, что я возьму с собой камеру и буду ее таскать, но много чего я все равно сниму на телефон И опять же, я повторюсь, это не потому, что мы в ресторе, это потому, что это реально так Я знаю много ребят, которые, ну сейчас инстаграмеры в большинстве с вами снимают на фотоаппараты Но я знаю ребят, читавших здесь лекции в том числе, которые реально снимают на телефоны, обрабатывают на телефоны И обрабатывают на телефонах так, что, ну мне так тупо уже лень на телефоне обрабатывают То есть я, конечно, какие-то моменты лучше сделаю на компе, потому что уже глазки болят с испорченной профессией Но реально можно на телефоне делать все, потому что все программы, которые есть в компе То есть тут на самом деле разница только в размере экрана То есть мне просто иногда комфортнее на компе, потому что реально глаза болят А в принципе на телефоне можно сделать практически все И это правда так Единственное, да, проблема в качестве кадра, но вопрос, для чего вы снимаете. То есть, если вы снимаете на продажу, да, если вы снимаете для себя, зачем вам париться? Когда можно качественно сделать и на телефон. Время съемки объекта, квартиры? 5 часов минимум. Сколько квадрат? Все равно. На самом деле все равно, потому что маленькие объекты. Специально утро и вечер или просто идет съемка? Ну, желательно, чтобы вся съемка попадала в световой день. То есть, как я уже и говорила, желательно снимать с естественным светом, без верхнего освещения. И я люблю снимать в пасмурные дни, потому что солнечный свет, он дает цвет желтый. И в пасмурную погоду свет такой ровненький, очень хорошенький, очень удобно снимать. А насчет того, что... То есть, большие объекты часто снимать проще. Потому что, ну, в любом, то есть, будь то телефон, будь то фотоаппарат, объект, в котором ты можешь отойти на достаточное количество отдаленности от того, что тебе нужно, приблизить, чтобы это было красивенько и нескажено. А маленькие квартиры плохи тем, что приходится изгаляться. То есть, передвигать мебель, ставить ее для кадра так, как нужно. Потому что не все, что вы видите в журналах, то есть, обычно было-стало выглядит так. То есть, такой вылизанный кусочек какого-то интерьера и вот такая вот свалка у тебя за спиной. Потому что оттуда вывезли все хозяйские вещи, оттуда вынесли все ненужное, завезли туда, как бы, чемодан нужного декора. Вот, это все обычно так, потому что часть съемки занимают тупо таскание мебели. Это не очень женская работа. Но часто бывает, что архитектор девушка и я, и мы вот занимаемся тем, что таскаем. Пять часов, ну, очень маленькая квартира, четыре часа, но меньше редко. Собственно, цена вопроса. Разница с ценой на зеркалку или же на телефон? На телефон, кстати, насчет съемок интерьеров на телефоне. Ну, были предложения, мы вот с друзьями, то есть, я знаю, что какой-то есть опыт, что... Одно время было на Фейсбуке очень много, что вот сняли свадьбу на телефон, сняли свадьбу на телефон. Это очень круто, и мы вот с друзьями, коллегами шутили, когда же у нас же начнут заказывать съемки интерьеров на айфон. И у меня одному коллеге заказывали, ну, вот, когда у нас еще был Капков в Москве, когда вся эта, была вся эта хиптерская тема очень модная, Паргорькова заказывал съемку, ну, телефонно, плюс в телефонном стиле. То есть, есть такое, но это, по-моему, насколько я знаю, дальше не пошло. То есть, как бы у нас так вообще все стало не очень по-хиптерски. Но, наверное, дойдут до этого когда-нибудь. Ну, потому что я вам показывала кадры интерьеров на телефон, то есть, я очень заказчиков все время... Не люблю заказчиков, которые ко мне приходят с телефонными фотками и говорят Оле с ними так же, потому что часто кадры на камеру очень сложно повторить то, что снял телефон. То, что в телефоне вот эта вот магическая 35 миллиметров, оно прям... Это очень крутое фокусное расстояние, оно вот прям правильное. Плюс телефон еще прорабатывает планы нормально. И иногда фотоаппаратом это повторить очень сложно. Я очень не люблю... Ну, не люблю, но, как бы, и не ругаюсь, конечно. Но у меня все время такая, блин, он сейчас будет думать, что я хреново снимаю, потому что он на телефон снял лучше. Ну, то есть, телефон вот, как бы, еще и хороший, и плох тем, что на нем все довольно хорошо выглядит. То есть, что бы то ни снять. Если ты протер камеру, там, прямо встал, там, выбрал какое-то красивое здание, то часто обработка, она не такая большая, и все это реально хорошо смотрится. Вот, так что, может быть, когда-нибудь до этого дойдет. Ну, тогда, наверное, совсем фотографы будут не очень дорого стоить. Потому что все... И так сейчас все заказчики уже... То есть, модные архитекторы у нас уже все с леечками, они ходят такие за тобой, там, из-под тебя снимают, и часто им их живые кадры прут больше, чем то, что ты им потом... Ну, немножко не так. Они меня часто прут больше, чем то, что я им отдаю. Потому что иногда мне архитектор показывает, что он снял на съемке. Я говорю, блин, почему ты мне не сказал, что ты вот это увидел? Потому что у меня уже в голове какие-то свои каноны журнальные, то есть, что надо вот так, там, вот это не надо, вот, как бы вот... Ну, то есть... А, еще, кстати, такая тема по поводу съемки какого-то пространства, что мы когда... Часто очень люди, то есть, если хотят снять стол в полном открытии, ну, чтобы было видно, что на столе, они держат телефон одним вот так, тем самым искажая. А в интерьерной съемке, то есть, главное правило, что мы вот параллельно камеру держим, то есть, если нам нужно раскрыть стол или какую-то поверхность больше, мы просто поднимаем телефон, и она у нас раскрывается. Если мы опускаем, то у нас как бы это все уходит в линию. И еще такой момент в интерьерной съемке, тоже важный. Лучше снимать... То есть, если мы снимаем интерьерку, какую-то жилую или ресторанную, или что-то такое, то лучше снимать вот с этой точки. Это касается и фотографии, и вот... Ну, и фотоаппарата телефона, потому что это создает эффект присутствия. То есть, если мы снимаем вот от потолка, у нас получается слишком много потолка, слишком много пола, получается, ну, такое, немножко не... Красивая картинка, но немножко неживая. А держа камеру на уровне, вот, там, груди примерно, мы создаем такой эффект присутствия в интерьере в самом. Вот. Ваши любимые фотографы в профиле в Инстаграме, какие вам подушения? А, кстати, насчет... Вы вдохновляетесь вообще, есть какие-то... Да, есть. Что касается именно интерьерной архитектуры съемки, у меня есть два человека, которых я очень люблю смотреть. Это Наташа Грин-Оранж. Она... Реально снимает очень круто интерьера. То есть, прям, вот, очень круто. Очень атмосферно. Она все время, конечно, отмазывается, что, ой, зачем вы меня хвалите, но на самом деле мне очень нравится. И она... То есть, именно публикует много интерьерки, такой, прям, вкусной, хорошей. Она много путешествует благодаря своей работе. И в Москве много ходит. И там какие-то музеи, рестораны, еще что-то. И я очень люблю и дружу с Сережей Санкт-Петербургером. Тоже очень нравится смотреть, что он делает. Вот. Но, к сожалению, что касается архитектуры интерьера, в Инстаграме дело обстоит довольно... А, еще люблю Лешу СС Зак. Я не очень знаю, как произносится его ник. Но он снимает архитектуру в основном, но у него не iPhone фото, а фото. Вот. Но, к сожалению, в России очень хреново с архитектурной съемкой. То есть, сейчас снимают много ребят, но очень много... То есть, ну, как обычно бывает. Кто-то пришел, снял домик. Дальше пришло еще, там, 20 снял. Тот же домик с того же ракурса. Ну, скучно. То есть, как есть клонированные профили девочек с разложенными натюрмортами и всем остальным, там, рюкзаками и прочим. Также есть клонированные архитектурные профили. А каких-то вот интересных мало. То есть, я... Поэтому я вот только вот Сережу и Наташу готовы выделить. Грин Оранж и Санкт-Петербург. Ну, наверное, про него, наверное, все знают. Мы, кстати, с ним делали совместный проект для АД. Снимали парадки питерские. И я вот там, была пара кадров оттуда. Ну, там было 50-50 на телефон. Ну, на телефон тоже, потому что в парадках... Ну, с фотоаппаратом тебя могут выгнать. А телефон очень так удобненько. Единственное, что... То есть, именно из-за угла, то есть, либо ты берешь объектив на телефон, либо ты используешь камеры. Чисто из-за того, что нужен ширик. Но лучше... Можно использовать качественный объектив на телефон. Что вы говорили за приложение, которое убирает людей из фотографий, и как это работает? Ретач. Не поверите. Приложение называется Ретач. Сейчас. Сейчас мы подключимся. Ну, оно, конечно, не всегда делает все идеально. Сейчас я включусь. Оно не всегда понимает, конечно, грамотно все, что нам нужно сделать, но какую-то мелочь. И можно убрать, ну, достаточно нормально. Сейчас я что-нибудь найду. Не буду прям заморачиваться над тем, что. То есть, допустим, вам не нравится колонка. Это хорошо работает, когда у нас, вот видите, относительно чистое пространство и что-то маленькое. Ну, такое небольшое. Потому что, если это будет что-то большое, он, конечно, накосячит. Ну, тут даже тоже. Даже тут. Ну, то есть, это не всегда работает хорошо, но если это, допустим, там, какая-то лужайка, на ней человечек, или какая-то площадь, и на ней человечек маленький. То есть, мы его можем убрать, если он нам не сдался там ни за чем. Ну, то есть, видите, если вот, убирая большие объекты, бывают вот такие косяки. То есть, если фон не как здесь плитка, а фон достаточно ровный, то можно. Если нет, если нужно что-то сложнее, то можно использовать приложение Union, про которое я говорила выше. Там тоже есть проблема, у него жесткие края будут у картинки. Вот. Поэтому так можно делать, но не всегда. Но, вот, тем не менее, вот это приложение, оно для этих целей самое нормальное. Называется Retouch, ну, Retouch. Что? Значок средний? Вот. Еще вопросы? Нет вопросов? Ну, тогда повторюсь, что если будет что-то интересно, возникнут какие-то вопросы потом, потом захочется что-то спросить, я не кусаюсь, я всем отвечаю в личке. Правда, бывает, что не сразу, но отвечаю. Не сразу, потому что, потому что бывает, что на съемках или где-то еду, или что-то еще. Еще раз вам огромное спасибо, что пришли. Надеюсь, что полезно. Спасибо большое.